Мы в прошлый раз сказали как надо вычислять светимость гамма-гамма-содовения Отлично, речь идет о том, что мы выбрали квадрат инвариантной массы, сталкивающейся с атломом Приближение, когда пучки реальные этих атломов, это есть просто четыре умы за один номер два Кроме того, этих атломов у нас произошли из фондоления электронного позитрона с инергией на два и квадрат и инвариантной массы такой Затем мы сказали, что светимость гамма-гамма-содовения Отличается от светимости не плюс и не минус от времени на число фотонов, испущенных первым электоном и вторым электоном В конечном счете эти числа фотонов зависят от энергии и виртуальности фотонов По виртуальности мы проинтегрировали и дальше мы проинтегрировали по энергии оттого из фотонов считая инвариантную массу фиксированную Так что в итоге у нас получилась некоторая величина да, давайте я назову пускай у нас вверх она зависящая от инвариантной массы ну скажем, лучше возьмем безразберную электронную которая есть инвариантная масса фотонов на инвариантную массу электронов вот такая вот штука и тогда под функцию f мы должны будем понимать коэффициент 3d0 то есть все вот это вместе взятое включая и посвятимость lf ну а дальше сама функция f маленькая как я уже говорил, функция low легко считается она выглядит вот так вот и если взять дифференциальное распределение то есть распределение светимости гамма-гамма по инвариантной массе ну фактически по безразмерной вариантной массе от нормированной она светимость исходную то вот возникнет некоторая функция названная буквой f1 на z если посмотреть на соответствующий график видно что эта функция может достигать величины порядка единицы в области небольших инвариантных масс но на больших инвариантных массах видно что она составляет сотая или даже вот здесь вот тысячные доли соответствующие соответствующие энергии соответствующие светимости я блюсь именно в слове ремень но может быть с точки зрения эксперимента вообще-то такое детальное распределение самое важное но для группы оценки интересно и другое интересно вот эта вот величина величина которую мы рентегрировали от некоторого z порогового ну например до максимально большого значения это когда энергии исходных на полном совпадаются энергии излучающих их электронов эта величина будет зависеть как раз от z порогового да ну и вот эта функция f2 как функция просто z порогового здесь на обозначенном уголь z дана уже в тысячных годях от светимости и плюс и минус удаление ну конкретный пример если мы возьмем скажем с удаления для веба для 10 г там по проекту должна быть хорошая светимость но нас интересует относительная светимость и возьмем скажем W равное 3 г это очень неплохая интересная область мы уже немножко вышли за резонанс в гамагамусе удалениях там бывает много адронных событий да тогда соответствующие значит мы будем интегрировать подобный в этот от этого порога вплоть да по нему здесь ну при каком значении 0 грязь и пороге наше 0 и так соберем шатун в самой интересной области где начинается что-то чуть-чуть дальше чем ренуансная область и что мы видим вот значение 0,3 отвечает примерно 1,5 на 10 минус третьей то есть где-то на уровне чуть больше 3% осветимость е плюс и минус водорения ну конечно это печальный факт но не я бы сказал это правда но тоже не вся потому что число событий определяется не только светимостью а произведениями светимости на соответствующее сечение а с сечением дела обстоит таким образом если я начну сравнивать они депрессионные от рождения огромных гаммогам осударениях мы об этом будем немножко после говорить то вот в этой области энергии больше 3 гав это величина на уровне 300 нбар это просто экспериментальные данные так и что самое важное с ростом энергии это сечение будет только подрастать а вот что касается сечения процесса е плюс и минус в огромное то оно как вы знаете падает квадратично с ростом энергии и в этой области как раз вот для корня звезды сети она представляет из себя все равно всего 3,5 нбар так что сечение в 300 раз светимость гаммогамосударения оказалась примерно в 300 раз меньше чем светимость и плюс и минус в садарении но зато соответствующая гаммогамосечения оказалась почти в 100 раз больше чем сечение е плюс и минус в садарении все это так но только нужно сказать что это тоже не полная правда если быть честным то нужно сказать что значительную долю этих событий детектор будет улавливать потому что в е плюс и минус в садарении относительно широкое распределение продуктов рождающихся в аннигеляции а вот что касается этого процесса то все таки в области все более высоких энергий они будут прижаты к оси садарения и незначительная часть из того что мы с вами насчитали в детектор не попадет так что мы пока что сочетали их соотношения для идеального детектора но это вот в нашей картинке а вот когда речь на троп работающий даже в первой своей стадии ускоритель ЛЭП 1 у которого суммарная энергия доходила до 100 ГЭП то там сечение гамма-гамма-со 3 не собранное от дорогов достаточно большого в 5 ГЭП да составляло уже величину смотрите это светимость на уровне приближающейся проекта светимости Е плюс Е минус в оберине МОЛЭП а осечение огромной реакции в аннигиляционном канале падало и по сравнению с тем что здесь оно должно было упасть в 100 раз так что там превосходство гамма-гамма канала опять-таки для идеального детектора становится очень существенным настолько существенным что только когда мы попадаем на Z-резонанс который над общей подложкой возвышается примерно на два порядка да это такой некий подарок природы для экспериментаторов число адронных событий в Z-пике сравнивается с числом адронных событий вот в этом случае для идеального детектора это показывает что гамма-гамма самодаления действительно существенным в области высоких энергий ну и следующий раздел пока что мы говорили с вами о глобальном числе событий а вот существенный вопрос особенно для директорщиков как эти события распределены что касается антигенционных событий то мы еще изучали в прошлом семестре то что нам достаточно широкое распределение событий Е плюс и минус подробно а как обстоят дела с двухотонными событиями на Е плюс и минус ускорителях давайте для начала рассмотрим общую картинку распределения по суммарному 4 импульсу я еще раз напомню в эту самую картинку смотряется один лифтон с энергией Е1 импульсом К1 просеивается и получается лифтон с меньшей энергией и импульсом перезаченный поднял к углу и спускается фотон с энергией Ом-Милю-1 4 импульсом К1 и то же самое для второго электронного 1 2 2 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 14 16 16 16 17 17 17 19 18 17 18 что через приеменные фотоны ну и общая формула выглядит как-то так для n1 есть α на 1 с γ на ω если у первого фотона дальше ходила g2 на k2 это виртуальность фотона и еще вообще говоря входил угол рассеяния позимутального фотона на 2π по которому мы часто интегрировали поскольку от него зависимость пропадала и дальше шла некоторый набор слагаемых фактически близких к единице пристав стояла единица минус омико 1 ве1 плюс омико 1 в квадрате на 2 ве1 в квадрате плюс еще какая-то маленькая добавка которую мы пока что даже вообще не будем учитывать но если мы хотим то же самое аналогичное выражение может быть написано для второго фотона в котором просто индекс 1 заменяется на индекс 2 если мы все-таки хотим разбираться с распределением по суммарному импульсу основной же импульс мы будем называть группой К его можно вычислять либо как сумму конечных импульсов всех четырех импульсов либо в данном подходе сейчас нам будет это более удобно как сумму начальных импульсов то есть такой 1 плюс 2 а если я этот четырех импульсов мы запишем в компонентах вопрос а мы по 1 штрих и по 2 штрих учителя что-что? мы по 1 штрих и по 2 штрих по идее должны работать нет 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 Суммарный импульс продольный. Картинка, которую мы здесь писали в видеокардиограмме Фейнмана, выглянет, если вот Z направим вдоль первого фотона, то суммарный импульс, получающий из фиадронов, будет просто разница энергией в сталкивающихся фотографах. Ну и, наконец, наверное, самая важная дальнейшего фотогристика – подвечный импульс конечный фиадрон. Здесь просто сумма подвечных импульсов сталкивающихся фиадронов. Мы сейчас попробуем все это сосчитать, устроить соответствующее распределение, но заранее можем сказать, с чем мы столкнемся. Видите, каждый из элементов фотонов может быть расписан через три переменные. Итого получается, что здесь у нас имеется шесть переменных. В системе центра масса какие-то из них получаются зависимыми? Что-что? В системе центра масс же какие-то из них будут зависимыми? Нет, зачем? Мы хотим все это рисовать в реальной системе. Это гораздо интереснее. В системе, где, может быть, центр масс толкивающихся электронов и позитроном, но совсем не центр масс толкивающихся фотонам. Единственное, чего в нашем приближении, где фотоны почти реальные, у них мы заранее считаем, что q1 поперечные, q2 поперечные очень маленькие. Поскольку они почти реальные, то они идут почти навстречу друг другу. То есть мы можем договориться, что вот эти переменные небольшие, поэтому или эта переменная будет тоже небольшой. Суммарный поперечный импульс. Я попробую потом подтвердить это вычислением, что это так. Более того, именно это распределение по поперечному импульсу является очень характерной чертой, которая отличает двухотонные события от аннигиляции ве плюс и минус. Так, хорошо. Итак, у нас здесь будет шесть переменных, а мы хотим все это выразить как нечто пропорциональное компонентам четырех импульсов рожденной системы. Значит, волей-неволей нам придется по паре переменных провести интегрирование. И вот это интегрирование удобно проводить, введя не виртуальности хатонов, а вводя их поперечные импульсы. Мы уже с вами это делали. И смотрится это вот к чему. Вот вместо этой картинки здесь возникает Дерба 1 поперечная Делётая на 1 поперечная в квадрате Плюс масса электрона Чрезвычайно важная Величина ведут свои малости Омега 1 на 1 в квадрате Омега 1 на е Величина меньше единицы Поэтому в этих скобочках стоит даже величина не просто маленькая, а еще и может быть сильно меньшая, чем масса электрона Да еще и в квадрате Так что видно, что это распределение Смотрите, как выглядит Доходит до очень малых величин И в этой области это часто может быть громадным Но мы его интегрируем А интеграл у нас глагаритмический И вся эта громадность смазывается Хорошо, записали таким образом Итак, у нас получилось 1, 2, 3 И в втором 6 Надо что-то исключать Да, я еще забыл сказать, что при таком переходе Вот здесь он возникнет вместо 5 квадрат Так, значит, фактически нам нужно провести интегрирование Какого объекта? Сейчас сообразим Так, у нас будет Так, у нас будет Вот это сечение ДС Пропорациональная причина Д омега 1 На омега 1 На омега 1 Д омега 2 На омега 2 Д 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 это омега 2 Д омега 2 никак не затрагивая поперечные переменения после этого осталось интегрировать вот эту штуку чем мы сейчас и попробуем заняться нас интересует интеграл такого сорта выражение ауны к интегралу G2 1 поперечная G2 2 поперечная здесь ходит и аналогичное выражение входящие здесь омиги будут выражены из этого соотношения через это целый газет и в этом смысле окажутся фиксированными а что мы отсюда должны получить? мы должны отсюда выделить зависимость от оставшегося объекта значит, если бы я его расписывал то я бы его расписал как Dx D2 2 поперечная значит, нам нужно провести такое интегрирование чтобы D2 2 поперечная осталось так что на самом деле нас интересует не просто этот интеграл а дифференциал вот этого интеграла давайте будем рассуждать вот все эти величины это и это очень маленькие так K поперечная у нас фиксирована потому что оно должно остаться в конце так но при фиксированном K поперечном мы еще должны сказать, в каком он нам порядке обычно все-таки интересуются вопросом когда это K поперечное большое скажем, много больше, чем масса электрона в квадрате любое на планке, которое тоже меньше единиц а вот в этих условиях все же становится относительно просто ну, во-первых, можно точно проинтегрировать эту функцию но этот точный интеграл будет немножко громоздкий не очень потом его все равно придется упрощать требуя того, чтобы квадратичное было большое а с другой стороны давайте посмотрим здесь очень четко прослеживается следующая вещь если если хотя бы K1 или K2 станет больше, чем K поперечная представим себе что Q1 поперечная будет много больше, чем K поперечная что при этом будет что при этом будет здесь будет единица на K1 на квадрате это я вообще могу выпустить тогда но дело в том, что и здесь будет столько же больше у нас же есть связь если K1 поперечная много больше, чем просто это поперечная то для того, чтобы компенсировать его на малой величине K2 тоже должно быть очень большим то есть в этой области и это будет большое и это будет большое это нам не нравится потому что есть область где все можно достичь меньшей величины так хорошо рассмотрим другую область рассмотрим область вот такую где Q1 поперечная все-таки много меньше чем K поперечная в квадрате но много больше, чем вот эта величина что мы тогда получим из этой области? какой флан? получим мы следующее поскольку Q1 мало то отсюда сразу следует что эту можно выбросить угла поперечная станет примерно равным K поперечная K поперечная великого это выбросим таким образом отсюда выскочит единица на K поперечная в квадрате а в предыдущей области сколько было? а в предыдущей области было гораздо меньше что останется после этого? а после этого останется вот эта вот величина так? значит это у нас превратится так а по этой штуке мы будем интегрировать причем интегрировать в каких пределах? от этого начального до примерно этого конечного по q1 предыдуем от md омега на e1 в квадрате и k поперечная в квадрате что получим? получим логарифм логарифм верхустой k поперечная в квадрате минус md омега 1 в квадрате на e1 в квадрате ну что? да еще останется то что нам надо еще останется d2 там поперечная то что мы должны были удерживать если я эти двойки истреблю и вынесли их просто в виде множителя то вот такой получится ответ из этой области очень хорошо так ну совершенно ясно что есть и симметричная область там уже квадрата перечная в квадрате в квадрате но в этой области наоборот вот 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 в этой области что за нам стремется в этой области q1 перейдет к поперечная так в d2 q1 перейдет в d2 к поперечная а по q2 мы проинтегрируем по вот этой самой области что это нам даст? нам даст дополнительное слагаемое, где будет К, П, Е4, где будет Е2, где будет оминьер-1 и Н в квадрате теперь, допложим в числителе знаменатель на четверку и получим в качестве ответа ну, это у мега-2, наверное, в знаменателе что-что? n в квадрат, у мега-1, у мега-2 было, был квадрат, но двольку жду вынесли нет, это, что мне... в самом логорифме в самом логорифме, да по знаменателе что вы, подойди сюда что вы имеете? вот здесь же должно быть оминьер-2, наверное здесь было... здесь было оминьер-2, вы имеете? да в числителе знаменатель хорошо и тут получится такой 2 на К в квадрате на логалифм К в квадрате на массу электрона в квадрате это у нас считается большой величиной внизу стоит еще W в квадрате здесь S это тоже, между прочим, величина больше единицы вот такой вот приличный аргумент на D в квадрате на D в квадрате что я здесь немножечко расхитрил так это то, что когда мы проводили вот это интегрирование давайте вот чуть-чуть подробнее посмотрим значит, был интегрировал D в квадрате на К в квадрате плюс вот эта самая добавочка так брали мы это все в пределах этой минимальной добавочки до К в квадрате эту добавочку можно вообще было выбросить но вот эту величину придется записывать в своих полярных координатах ну и в полярных координатах это будет Ку1 поперечная на Д Ку1 поперечная на Д Фи1 понятно, да? преобразуем дальше Ку1 на Д Ку1 это одна вторая на Д Ку1 поперечная в квадрате именно эта величина дает метр логарифм но если еще Д Фи от пиода нам в случае ничего не зависит интеграл по нему даст 2 Пи так что по сравнению с тем что мы все сосчитали каждый раз войдет еще лишний множитель Пи ну вот собственно мы завершили теперь я могу записать окончательный ответ Молодеева окончательный запишу будет выглядеть вот так так все это я могу сделать так все это я могу то есть скажем Дсигна Дер равняется сигна даммагану домноженное на Д2 поперечное это у нас святое делится все это Мога поперечное на квадрате Размерность правильная это безразмерная величина с левой сечения с правой сечения все остальное это безразмерное величие должны быть и они в принципе выглядят вот как вот та самая дровочка заработает альфа в квадрате на b в квадрате в квадрате соединиться минус омега 1 на 1 плюс омега 1 в квадрате на 2 в квадрате на 2 в квадрате такое же вывержение где единицы заменяются на двойку дальше d омега 1 на 1 d омега 2 на омега 2 который трансформируется в квадрате и логарифм очень даже серьезный логарифм капель пинкулярная на b в квадрате на 2 в квадрате вот такой вот окончательный ответ и что здесь можно сказать в качестве некоторого резюме вот эти два сомножителя вот этот и этот целиком определяют зависимость течения от поперечного импульса ну и как выглядит эта зависимость а выглядит она примерно так как если я здесь нарисую d сильно а где е на d2 k поперечное как функция k поперечного то видно что это очень резкая зависимость она идет куда она идет до очень малых значений меньших чем массы электрона где-то вот здесь вот да увеличим порядка массы электрона и лед у вас быстро падает так вот вот ничего подобного в вентиляционном канале нет так теперь это характерное свойство духовного процесса это представьте себе что в реальном эксперименте в области немалых энергий помимо этого процесса есть рождение адрона чисто негативационным образом так а в конце стоит дитектор который отлавливает что отлавливает частицы летящие не под слишком малым углом коси совгаления и когда вот это сечение падает падает и дальше нужно было быть еще меньше эта подложка может вылисти и тогда в эксперименте наблюдается такая картинка данные идут так-так а потом начинают существенно отличаться от этого в условиях когда электроны и позитроны не отлавливают а отлавливают только рожденные адроны сказать что этот процесс вдруг потом и анникелизионный очень затруднительно но одна из уловок которые прибегают экспериментаторы заключается следующее вот они рисуют реальное распределение накладывают к нему предполагаемое с некоторой подвижкой двуххотонные распределения и там вот где картинка начинает отличаться от этого ставят границу и говорят вот этого будем называть двуххотонное событие а дальше вся остальная связь для этого намного события мы будем разыгрывать по тем людьмам моделя все что связано с двуххотонщиной и сравнивать с экспериментом в принципе это хороший способ который достаточно надежно работал в самых первых экспериментах начиная с больших машин типа там Дорис или Спир и так далее так что знание этого распределения просто помогало выделять этот канал конечно лучше всего и проще всего выделение было бы если бы мы отглавливали обы электронах тогда бы мы все знали про каждый из фотонов правильно да но это как правило задача тяжелая хотя она тоже делается ну вот все что связано с рождением с распределением по рожденной системе по чемпиону импульсу полной рожденной системы закодировано в этих относительно простых зависимостях ну все давайте сейчас как раз сделаем теперь рассмотрим следующую картинку она окажется важной в тех случаях когда придется рассматривать рождение небольшого числа адронов ну вот скажем в первом эксперименте в котором были обнаружены двухэтонные события там было всего два электрона да электрон и позитрон точно так же может будет рождаться какой-то адронный резонанс распадающийся на пару частиц это довольно частое явление поэтому интересна ситуация когда скажем у нас происходит реакция на косвоту гамма а1 плюс а2 две какие-то частицы вот и опять-таки опять-таки что мы сейчас с вами делали мы смотрели распределение по суммарному четырехимпульсов образовавшейся системы как его можно было бы отлавливать экспериментально нужно изловить все без исключения адроны правильно да узнать энергию и три компонента импульса и после этого можно полученное распределение сравнивать с таким расчетом из него можно выловить сведения о сечении сигма гамма гамма а а вот здесь когда две частицы то там можно смотреть прямо распределение по импульсам этих двух частиц и тогда мы переходим к этой же самой картинке но только вместо сечения полного здесь будет дифференциальное сечение вот этого процесса все то что мы здесь писали сохранится как по отношению к первому фотону так по отношению к второму фотону по этому нам могу здесь написать общий ритминг скил два а вот что касается вот этого сечения это новый суровый объект который должен как выглядеть ну быть какой-то материчный элемент квадратина что-то там там множенное да и и и фазовый объем вот вот этот фазовый объем давайте я его подробненько выпишу значит значит это будет фазовый объем системы x деленный естественно на что на очень деленный и вариант крюлера который в этом случае будет просто q1 на q2 хорошо а кто такой t это квадрат матричного элемента но у меня не сталкиваются фотоны со спиральностью a и фотоны со спиральностью b реальные фотоны поэтому квадрат матричного элемента надо говорить так m a b умноженные на сопряженные матричный элемент ну как там какие-то другие спиральности x все это умножается на матрицу плотности это же у меня реальные фотоны матрицу плотности первого фотона значит это будет индекс ac матрицу плотности второго фотона с индексами d и стало быть все это должно посуммировано быть по a b c d которое пробегает только два значения соответствующие реального фотона люкс и минус единица вот такое выражение так хорошо теперь еще вопрос а кто такой d гамма х гамма х это 2 дни в четвертой на дельта функцию вооружающая закон сохранения какой закон сохранения о том что начальная сумма импульсов импульсов равняется конечной сумме всех импульсов из системы а1 а2 рассеянных электронов или что то же самое начальная сумма импульсов фотонов сумма минус сумма конечных произведенных частиц давайте их будем называть соответственно k1 и k2 до умножается все это на d3 k1 ну и тут стандартная величина это 2π в кубе на 2 ε1 для первой частицы и 2π в кубе на 2 ε2 для второй частицы и так что мы имеем теперь чего мы хотим мы хотим мы хотим найти сечение нашего процесса в зависимости от импульсов рожденной пары как должно быть до 1 до 1 до 2 предполагается что компоненты пары регистрируются все узнается так значит по всему остальному мы должны проинтегрировать а сколько у нас есть переменных давайте сообразим лишних так ну вот эти вот 6 штук мы будем хранить от каждого кемолета алфатона по 3 переменных мы уже знаем и того будет 6 переменных отсюда и одна дельта функция которая должна снять 4 интегрирования да четырехмерная дельта функция получается как и в предыдущем случае остается два лишних интеграла вот соответствующие вычисления особенно в старшем приближении идейно очень просты но они немножечко требуют скрупулезности и слегка сложноватые поэтому я на самом деле расскажу не все детали а частично только так итак как как нужно действовать да с учетом вот этой эффекта функции из этих 6 переменных давайте оставим только две попробуем это сделать есть дельта функция от чего от энергии есть дельта функция продольного инкульса это что такое будет это будет омега 1 минус омега 2 минус k 1 z так и дельта функция выражающая сохранение поперечных компонентов это будет q 1 поперечная плюс q 2 поперечная минус q 1 поперечная минус q 2 поперечная все это умножается на что на то что вытекает из наших виолетных фотонов d омега 1 d омега 2 d q 1 d q поперечная так так эту дельта функцию легко вычистить вот эти 2 дельта функции с ним два этих интегрирования надо делать это аккуратно там выскочить какая-то двойка но это нас пока не забавляет это легко можно сделать после этого останется вот эта дельта функция двумерная и 4 элемента вот таких вот а кроме того а кроме того остаются те же самые множители которые были раньше так что фактически мы приходим к артинии примерно той же самой что было раньше то есть тоже будут те же самые две области интегрирования интегрировали там чистые логарифмы в чем одна-то будет нитривиальности 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 будет в том что вот этот объект внутри себя содержит зависимость вот от азимутальных углов для расчета этого объекта надо будет снова рассчитать токи перехода вот эти вот и тензоры переходные для случая необязательно диагональных элементов то есть мы в сваре смотрели только элементы типа помните 0 минус плюс и 0 минус минус теперь придется рассчитать еще такое примерно плюс минус и минус плюс принципиально ничего не как говорится сложного нет но просто это требует некоторой аккуратности и внутренней работы я представлю только кишдол а получается вот такая штука это мы уже с вами прошли и мы можем попробовать немного что это не что не что это что оно понятно, вот, хорошо итак, вот эта вся сумма сведется к набору вот таких вот произведений материчных элементов для процесса гамма-гамма квадроны коэффициентов вот этих вот L1 и L2, которые зависят только от омега-1 и омега-2 и от углов F1 и F2 это углы вылета конечного электрона, которая связалась с углами вылета соответствующего экивалентного фотона и вот здесь придется аккуратно интегрировать еще и по углам выражение довольно сложное, но тем не менее результат интегрирования достаточно простой это то, что мы с вами получили так, да? выражение, которое у нас есть здесь при этом эти вот шесть переменных должны остаться а вот тут вот у нас, вы помните это вот здесь вот было вот здесь вот у нас была двумерная горка функция и четыре переменных можно, например, по T2 поперечное прорегабирировать и тогда вот этого и этого останется просто D2 по один поперечный и стерилизм это и это качественные наборы переменных вот это и зафиксировано что же получилось в итоге? давайте еще раз на это взглянем это то, что будет улавливаться детектором это множители, которые нам хорошо известны x это омега деленное на e это вот множители, которые стоят в знаменателях там они всегда были и осталось проинтегрировать это выражение интегрировать мы его будем точно так же, как в прошлом случае проблема в том, что в прошлом случае мы считали, что суммарный k поперечный фиксирован в условиях, когда k1 и k2 фиксированы суммарный k поперечный тоже фиксирован поэтому ответ будет содержать те же самые большие логарифмы, что и раньше только раньше эти логарифмы складывались в сумму а теперь не обязательно вот тот же самый логарифм, который мы получали в прошлый раз он в некоторых случаях фигурирует а в некоторых платит сумма получается вот такой вот ответ это степень линейной поляризации близкой к единице для малых иксов и кроме того еще войдет угол вот этот вот угол это угол между суммой и разностью поперечных импульсов конечных частиц и это очень важная характеристика конечно, как и в предыдущем случае возникла единица на k поперечные в предыдущем случае у нас была сумма этих логарифмов а теперь еще возникла отдельная слагаемая содержащая L2 или L1 то, что получилось вот давайте на него внимательно посмотрим опять-таки есть вот эта самая характерная величина то, что мы получили раньше сохранилось свои свойства там, где раньше стояло просто полное сечение сейчас возникнет дифференциальное сечение немножко ухитренное а что такое острое распределение по k поперечному в наших условиях давайте это немножко подробнее обсудим вот так вот так вот так вот так вот так итак, сталкиваются из виолентной фотоны почти в лоб но, по крайней мере, мы знаем, что К1 поперечное, К2 поперечное 0 так что можно считать, что мы сталкиваемся почти в лоб Омег 1 и Омег 2 вообще не одинаковые совсем в лютопе-то сугалеке рождается пара частиц одна из них А1, вторая, вообще говоря, А2 у этой импульс Х1, у этой импульс Х2 что мы знаем про импульсы этих частей? здесь речь идет о рождении адронов да? то поперечные импульсы могут быть гораздо больше, чем масса электрона типичные поперечные импульсы рождения пионов, например, это все-таки величины порядка сотен м то есть порядка масс пиона, далее масс пиона, можно 2-3 массы пиона это очень большая величина а созданяющиеся фотоны имеют каждый в отдельности малый поперечный импульс но это означает, что и сумма их когда мы складываем два импульса, каждый из которых мал, то то, что получится тоже будет мало но, с другой стороны, все это гоняется конечным сумма поперечным импульсом а здесь, вообще говоря, каждый из них совсем не мал что это означает? это означает, что они должны быть почти антипараллельны то есть, если я посмотрю, вот это у меня будет ось Z так? горизонтальная будет ось XO вертикальная ось будет ось Y эти вот частицы, пары, могут лететь вперед или назад причем они отнюдь не гоняемые а вот, если мы посмотрим на то, что творится в плоскости Y в поперечной плоскости то там есть некоторая частица с импульсом 1 поперечная большую поперечным углом через 1 и вылетает вторая частица тоже с большим поперечным импульсом но сумма их должна быть малой как это может быть? это может быть только, что если вторая частица вылетает почти почти, да в противоположную сторону но это означает, что разница близка к π но это означает, что если я вычту π то то, что останется, будет маленький угол это называется угол раскомпонат то есть картинка, которая при этом возникает получается следующее да они 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 совсем не корень атомы но почти компонат то есть плоскость в которой лежит скажем, исходный электрон то, что мы фиксируем и конечная частица А1 скажем, это будет плоскость доски и плоскость в которой лежит начальный электрон и импульс К2 эта плоскость почти от плоскости доски не отличается вот они а эти плоскости между этими плоскостями очень маленькие угол Пси но если это так тогда распределение угол Пси должно быть некоторым признаком рукотонного рождения пары а раз это так то его можно использовать для идентификации этого процесса мы потом немножко дальше покажем, как это можно считать а я сейчас хочу сначала сказать, почему это стоит считать что это вещь полезная полезная нам вот почему когда в начале были открыты эти события я уже вам говорю, как это все выглядело сталкиваемся электронные дезитронные пучки в этом 2-го а где-то по главам области это достаточно узкую в ближай направлении в 90 градусов и видели следующее когда происходило круглые рассеяния электрон один рассеялся в одну другой в другой и тех летели они практически антипараллельно друг к другу и естественно имели одинаковые энергии причем энергии совпадающие с начальными значениями энергии электроны и позитрона а потом вдруг стали обнаруживать события в которых в которых здесь обнаруживались здесь обнаруживались следы со значительно меньшей энергией в том дело осложнялось еще и тем что на 3-х этапах вообще они не различали экспериментаторы тогдашние из-за плохих детекторов кто это? электрон или фотон? трехов не было да в самом начале работы ВП-2 да он еще был диаграмм откуда могли появляться появиться эти вот частицы? ну разнообразные догадки и критерии приняли в конце концов к тому что происходит следующее помимо вот этих частиц которые могут уходить в трубы да и спускаются факоны рождается пара и эта пара попадает в детекторы ну и конечно энергия этой пары как мы знаем должна быть существенно меньше чем энергия первоначальных частиц а что еще у них характерного? а вот мы догадываемся что еще характерного у них может быть это раскомпланарность то есть резкое распределение по вот этому самому углу Си ну после этого сказали они давайте это попробуем проверить и я вам хочу раздать можно сказать исторические документы это это расчет произведенный Байером и Фактином в начале этого процесса и он и он касается случаев когда вот эти дополнительные электронные позитоны вылетают почти под 90 градусов по углу тета а как они распределены по углу раскомпланарности вот это и есть угол раскомпланарности видно что очень резкое распределение шкалово-электрическое да это было одним из характерных признаков того что рождается или плюс или минус пара двухатонным образом то раскомпланарность маленькая что пиковая да ну да энергия маленькая но но два порядка да теперь ну естественно что так что эта черта оказалась полезной и в данном случае да а откуда эти пикованные распределения непосредственно берется полную распределение это я же говорю мы будем рассчитывать а сейчас я просто хотел сказать почему это полезно рассчитывать откуда берется пикованные распределения это мы рассчитаем а вот я хотел сказать почему его нужно вообще рассчитывать да потому что если там действительно есть пикованность то его нужно использовать для идентификации этого процесса следующий шаг который естественным образом возник и обсуждался это уже с каждым скачок от первых экспериментов ВЭПа второго до экспериментов на Большом Адронном коллайдере В LHC стала проблема одна из больших проблем как измерять светимость ну вот мы договорились, что на наших установках есть масса процессов которые можно использовать для измерения светимости мы упоминали тормозное излучение которое активно использовалось на ранних ВЭПах сейчас спокойно можно использовать просто упругое рассеянное все еще достаточное количество событий и все хорошо рассчитывается а как быть на Большом Адронном коллайдере когда скачок по энергии составляет несколько порядков мы переходим в совсем непонятную область энергии и возникает масса процессов которые нужно измерить и почти невозможно рассчитать потому что они какие? процессы связанные с огромным взаимодействием с сильным взаимодействием одна из вещей которые были предложены которые сначала еще на самые ранние завицы в наших работах это использовать образование электрон-позитронных пар был такой ускоритель ICR в котором сталкивались протоны с протонами относительно невысокой энергии самый ранний этап но для Большого Адронного коллайдера это все не годится потому что электронов там жуткое количество и отличать их очень трудно а вот скажем, если брать меоны то можно смотреть двухотонное рождение меонов и для них будет примерно то же самое а именно острое распределение по углу раскомпланарности почему это принципиально важно двухотонное рождение меонов можно относительно неплохо рассчитать то, что очень важно почти чисто электромагнитный процесс так, раз, сечение его относительно большое но дело в том, что меоны могут лезть из самых разных других дырков чисто от родных совыдалениях рождающиеся частицы дают распадающиеся меоны и так далее как выделить вот этот процесс который мы умеем хорошо рассчитывать от других процессов которые наоборот должны изучать а рассчитывать по хорошему не умею ну, не забрали колокольчик просто два трека без бюджетов вот было предложено уже после моделирования шамовому тельному использовать двухотонное рождение меонных пар и ориентироваться на их раскомпланарность то есть избирать только те пары у которых угол раскомпланарности действительно большой моделирование показало, что в этом случае этот процесс, выползая из-под фона мог бы, в принципе, служить для измерения светильности ну, хорошо, теперь, а как это все сосчитать? давайте попробуем подойти к этому следующим образом ну, вот, предположим, мы действуем точно так, как в предыдущем случае да, ведь фактически у нас тот же самый интеграл рассчитали дальше мы будем проводить выделение вот этой самой раскомпланарной зависимости после этого все эти вот косины, которые здесь встречаются становятся они очень интересными при усреднении они исчезнут главное, что у нас есть это есть единица нога поперечная и соответствующие логарифмы так, и есть что? есть вот шесть переменных давайте немножко подробнее изучим что же это за переменные естественно, система Mount River где-то there опять это приыдел Итак, у нас есть если переписывать его через свинические компоненты, то это будет модуль К1 в кадрате, на ДК1 здесь под К1 я буду поднимать модуль К1, не 4 вектор, а именно модуль так, ну что дальше? синус У2Т, ДТ, ДФ1 ну и соответственно то же самое выражение для второго, для второй частицы так, дальше квадрат поперечного импульса, если что иное как К1 поперечная плюс К2 поперечная по модуль в квадрате что ли, без всякого модуля, просто сумма этих векторов в квадрате это λ К1 поперечная плюс К2 поперечная в квадрате плюс угрозное произведение К1 на К2 на посинус угла между ними я вот зря строю эту картинку, еще раз постановлю ее x, y, так К1 поперечная угол в квадрате К2 поперечная минус К2 здесь войдет разница К2 минус К1 но если я ее запишу через угол Пси это будет Пси плюс К то этот косинус Пси плюс К превратится в минус в минус в косинус Пси замечательно я уже говорил, что для того, чтобы К поперечный был мал когда в отдельности они большие что нужно? нужно, чтобы эти векторы были почти одинаковые по длине и с малым углом Пси вот это вот есть угол Пси, да? но если у них длины примерно одинаковые тогда отличие как К1 поперечного от К2 поперечного должно быть мало по сравнению с К1 может быть К1 поперечного вот эта величина должна быть мала она безразмерная и малая величина обзовем ее, например, буквой К1 и так по модуру много меньше единицы но заметьте, она может быть и положительной и отрицательной потому что модуль первого может быть больше модуля второго или одинаковый отсюда я могу сразу узнать что чего равняется К2 поперечного К2 поперечного будет равняться К1 поперечного минус К1 поперечного на 2 то есть К1ампоперечного на 1 Прекрасно Тогда квадрат в полном поперечной юбке справляется отсюда, отсюда и отсюда, исходя из этого соотношения, всюду выскочит общий множитель, как один поперечный квадрат Что останется? Отсюда останется единица, отсюда останется единица минус У в квадрате, отсюда останется минус 2У на косинус Пси Вот так вот, да? Так, хорошо. Переписываем. Это все дальше. Раскрываем эту штуку, получаем 2А минус 2У плюс У в квадрате и минус 2У на косинус Пси. А, хотелось спросить? Правильно, да? А, ты, нажди, что-то я... Там единица минус У в квадрате. Единица плюс единица двойка минус 2У плюс У. А здесь... А, нет, вот здесь это неправильно. Вот здесь туда. Я должен сажать на правой. Вот здесь вот. Здесь будет 2 на единица минус У на косинус Пси. Так вот, да? Поэтому будет... Это я все правильно записал. Минус 2 на косинус Пси и плюс 2У на косинус Пси. Замечательно. Отсюда видно, что эта величина будет действительно маленькая. Что она содержит? Во-первых, она содержит двоечки у меня сократятся, большие слагаемые. Останется маленькая величина У в квадрате. И маленькая величина 2У на... Что-то у меня со знаками нехорошо, а нехорошо со знаками. Почему? Там же не двоечки, там двоечки 2У 8У Пси. Вот здесь плюс. Все правильно. Так. Так. Все неправильно. Эти и сократились. Вот здесь у меня был прокол. Двойка минус 2 косинус Пси. Прошу прощения. Это будет 2 на единице минус косинус Пси. Это 2 на синус квадрате Пси по половому. Это значит я вот это вычислил и вот это вычислил. Эти вот линейные с ногами на точность ели с точностью до... синус косинус косинус Пси. Так. Но единица прямос косинус Пси это будет удвоенной синус квадрате Пси по половому. Это будет уже величина третьего порядка малости. Умолок, Пси молок, Восьмолок, Восьмолок, Восьмолок. Вот осталась такая величина. А где общая множитель в забытой нами? Тогда Викона тоже говорит. Да. Уозвища тоже как второго. Всё. Если мы хотим узнать зависимость от Пси, то мы вспомнены. У нас было единикс на карту перечной в квадрате. От него останется У в квадрате плюс 4 синус в квадрате Пси по половому. Осталось. Кроме того, у нас было вот это два переменных. Из них ВХ2. Что просто с отношением. Есть минус квадрате Пси по половому. Значит, нам осталось по переменной У проимегрировать вот это самое выражение. В каких пределах мы его будем измегрировать? Интерграл логики хорошо сходился, поэтому мы его будем измегрировать от минус до плюс бесконечности. Это нам даст Арктангельс. У делённого на 2 синус в квадрате Пси по половому по модулю. И здесь х на 2 синус в квадрате Пси по половому по модулю. Арктангельс мы должны убрать пределы от минус до плюс бесконечности. И получили вот такую штуку пинь, делённую на 2 синус в квадрате Пси по половому. И если теперь собрать это самое главное страдаемое, которое мы хотим удерживать. Но если собрать все остальные переменные, то возникнет окончательное выражение вот такого сорта. Вот берём эту самую переменную У, проинтегрируем. И получилось вот выражение, в котором самая главная величина. Это вот синус Пси пополам на Д Пси. То есть действительно очень резкая зависимость. Вы можете сказать, что в принципе при Пси стремящемся к нулю мы вообще-то получим немножечко бесконечность. Но просто само это выражение годится, как мы с вами всё время говорили, в области, где q1 побелечная, q2 побелечная заметно больше, чем масса электронов в квадрате. Это означает на величинах порядка, там, массы электронов в квадрате на, то есть порядка единицы на гал на квадрате, это выражение должно быть уже неприменимо при совсем малой Кси. Ну хорошо, на этом мы закончим. Теперь, а в следующий четверг у вас вместо меня будет базулоцкоп. Я уезжаю на конференцию, а потом снова будет лекция, как обычно. До свидания.